Ребят, всех приветствую на своем канале и сегодня у меня для вас есть новость. Для меня это тоже была такая вот внезапная новость. Ну, в общем, я нашла работу в Швеции, а если быть точнее, работа сама меня нашла в Швеции. И мой случай это скорее исключение, чем правило, но тем не менее я в этом видео хочу поделиться с вами о том, как я нашла работу в Швеции, кем я сейчас работаю и, в общем, как это все происходило. Итак, давайте обо всем по порядку теперь буду рассказывать. Сегодня, а именно 22 июля, я вам снимаю это видео, но вы его увидите уже через какое-то время, скорее всего, через 2 месяца. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я была в Стокгольме, я только что сдала экзамен на своем курсе. Я, кстати, не знаю, но я надеюсь, что я его сдала. На своем курсе администрахунбас, это что-то типа базовых основ администрирования. Этот курс я взяла в марте. До этого я здесь в Швеции, если прям очень коротко вам рассказать, я училась на курсах SFI, это шведский для эмигрантов. Я училась на курсе SWAGRUN, 4 уровня закончила. Дальше не пошла учиться, потому что я понимала, что учиться в университете я больше здесь не буду, а я бы хотела пойти работать. Так ребенок тут кричит с мамой, прям очень. Мама с ребенком так и продолжают веселиться. Я надеюсь, все-таки будет слышно лучше меня, чем их. Я, кстати, сейчас в Стокгольме снимаю за моей спиной известная общественная библиотека. Вот это круглое оранжевое здание. Если вдруг вы и не были здесь, то обязательно посетите. Только узнавайте режим работы библиотеки. Место потрясающее, и вот если не эта мама, кричащая с ребенком, то было бы вообще идеально. Итак, я остановилась на том, что сейчас я учусь на курсе администра Хун БАС. Этот курс длится, вернее, 6 месяцев и состоит из 6 предметов. То есть каждый месяц у нас, даже каждые 2 месяца мы сдаем экзамены, и вот в течение этих 2 месяцев я учу какие-то 2 предмета. И вот сегодня закончились 4 месяца моего обучения, и мне осталось учиться еще вот где-то до начала октября, и я потом сдам еще 2 экзамена, я надеюсь, и получу уже какое-нибудь свидетельство о том, что я окончила этот курс. Ну, а теперь, естественно, что вам же интересно, как я нашла работу, и давайте теперь перейдем к этому вопросу. Ну что, мы подошли к самому интересному вопросу, как я все-таки нашла работу. Я нашла работу, если вот прям в одном предложении, точнее, работа меня нашла, благодаря моей подписчице из Инстаграм, которую также, кстати, как и меня зовут Вика. У меня с этим именем прям очень хороший опыт, и всегда все Вики у меня в окружении мне помогали, или каким-то образом благотворно влияли на меня, если можно так сказать. У меня в семье вот мама зовут маму Виктория, я Виктория, и у брата моего жена тоже Виктория. В общем, Викторий в моей жизни достаточно, и все они какой-то хороший момент привносят в мою жизнь. Так вот, я нашла работе благодаря Вике из Инстаграма, которая была на меня подписана какое-то время. Она знала, что я учусь на курсах, что я, в общем-то, открыта для какой-либо вакансии рабочей. У меня, кстати, уже была даже небольшая такая попытка отправить резюме, даже не отправить, скорее передать мужем. У меня муж работает в компании Scania, я уже тут неоднократно об этом говорила, и вот он, когда я уже закончила шведский язык, он мне говорит, давай пиши резюме, и я попробую что-нибудь, ну, как-то замолвить, за тебя словечко. Всем известно, что в Швеции найти работу, ну, не супер просто, тем более хорошую работу, а здесь все решают связи. Ну, в принципе, это где-то так и есть. Я не могу говорить за всю Швецию, я говорю только и делюсь лично только своим опытом, поэтому, конечно, если у вас есть другие варианты, то все имеет право на существование. Я здесь рассказываю на своем канале только о своем опыте, я не говорю за всю Швецию. О каких-то вещах я говорю, которые, в общем-то, типичные, но чтобы потом в комментариях не было, я говорю и делюсь только своим опытом. Надеюсь, вы это прекрасно понимаете. Так вот, я написала резюме, вернее, оно у меня даже было, потому что на курсах, когда я училась, мы составляли резюме, и у меня было готовое резюме на шведском языке. Я отдала его мужу, он показал на работе, и через буквально там несколько дней мне сказали написать это же резюме на английском языке. То есть здесь уже первый такой звоночек, что если вы хотите устроиться в хорошую компанию, то знание английского языка, ну вот оно обязательно. Я это резюме как-то не сделала вовремя, потому что у нас были изменения, мы переезжали на другую квартиру, меняли жилье, вот, и поэтому как-то я очень сильно закрутилась, и еще тем более в марте тоже начался вот этот мой курс обучения, и у меня столько было всего, и думаю, ну ладно, придет лето, я напишу резюме на английском и отдам мужу, ну в общем как-то это все дело сошло на нет, и все. И с этим моментом, с резюме в скане как-то все и закончилось. Продолжаем дальше. Так вот, остановилась я на чем? Я тут немного отвлекаюсь, просто то люди идут, то я кофе пью. Остановилась я на том, что с моим резюме в скане, ну как-то ничего не произошло, наступило лето, отпуск все уехали, ушли, люди в основном не работают, вот сейчас лето, и Стокгольм просто пустой, людей практически нет в городе, все отдыхают, всем не до этого. И вот однажды получаю я такое сообщение, вот от Вики из инстаграма, назовем ее так. Она пишет, ты не хочешь случайно попробовать поработать у нас в компании? Они открывают филиал, компания вообще испанская, но они работают в Стокгольме, ну и в регионах, где одобрят тендер на проект, вот они работают в регионах. Компания крупная, она занимается строительством железных дорог, железнодорожных станций, и у меня при вот этой мысли уже загорелись глаза. Вот не знаю почему, как-то интуитивно я ощутила, что это должно быть интересно. И вот Вика говорит, что у нас открывается вакансия как раз в твоем городе, рядом с моим городом Сёдартелья, но я так полагаю, что офис все-таки будет в Сёдартелье. Посмотрим. На момент вот этой записи я еще не знаю, где будет офис, и в самом начале работы я буду ездить в Стокгольм. Вот, и Вика мне, значит, говорит, что не хочешь ли ты поработать? Я говорю, ну попробовать можно, хотя я ей рассказала, что я, в общем-то, преподавала, и больше у меня опыта работы в компаниях, тем более, вообще нет. Она говорит, ничего страшного, мы тебя научим, все получится, работа не суперсложная для начала, ну вот для начала это очень хороший старт, и попробуй. Я говорю, ну хорошо. Вика поговорила на работе со своим начальством, у нас девушка-начальница, и мне назначили буквально там через несколько дней, я уже не помню, может, дня три прошло, ну очень мало, и мне назначили собеседование онлайн, и должна заметить, что это мое первое собеседование здесь, в Швеции, я проходила не так много собеседований вообще в своей жизни. Наверное, только однажды, когда я меняла работу, я работала в Херсоне преподавателем в Украине, потом переехала в Киев, и вот когда устраивалась на работу в Киев, и, кстати, у меня такая же была история с интуицией, когда я выбирала работу из нескольких вузов, тогда мне предложили в одном вузе более какие-то, ну материально выгодные условия, на которые я, наверное, должна была бы согласиться. Но когда я пришла в другой университет, в котором я в итоге и работала, мне очень пришлась по душе моя начальница, и, в общем-то, и атмосфера сама, и я выбрала в сторону человеческого фактора, а не в сторону зарплаты, ну и в итоге получила потом те же самые материальные добавки, надбавки. И мне там присвоили звание доцента, у меня была кандидатская степень уже, поэтому я ничего, собственно, не потеряла, и я настолько правильно тогда сделала выбор в сторону, вот то, что мне интуиция показала, в сторону человека, что я все эти годы, когда я работала в Киеве, в университете, я ни разу не пожалела о своем выборе, и я всегда знала, что да, я на своем месте, и я выбрала именно то, что было по душе. Вот. И здесь такая же история. Вот когда муж мне говорил, давай пиши резюме, и я попробую в сканию отдать резюме, у меня как-то, ну так, было скептическое отношение к этому, а вот тут прям как-то щелкнуло. Я не знаю, чем закончится эта история, вот дождитесь конца видео, и я там уже прикреплю видео, я сниму вам попозже, когда я уже начну работать. Сейчас я не работаю еще, сейчас лето. Так вот, и, значит, собеседование, как проходило собеседование? Собеседование мне и муж говорил, и Вика говорила, Вика из Инстаграм говорила, что лучше приехать физически на собеседование, но почему-то я решила, что будет неплохо и так, если это будет онлайн. Там было вообще без разницы, меня спросила, будущая начальница спросила, как тебе, окей, если это будет онлайн? Я говорю, да, окей. И получается, что собеседование было онлайн, собеседование было в четко назначенное время, в Швеции же вообще не любят, если люди опаздывают, поэтому как-то, ну вот, к этому нужно готовиться и принимать это все серьезно. Я вышла в, не помню, Teams или Meet, ну, не суть, не важно. В общем, я вышла онлайн, была моя будущая начальница, очень приятная девушка, она из Молдовы, по-моему, ну, тоже неважно, или из Румынии, но, в общем, очень приятно, говорит по-шведски, естественно, говорит по-английски. И была еще женщина из отдела кадров, которая говорила по-шведски, и вот мы начали собеседование на шведском языке, а мой шведский, ну, скажем так, не супер еще на таком уровне, чтобы я вот прям свободно разговаривала на любые темы. Нет, я себя чувствую скованно, но, тем не менее, как-то на резюме, то ли я настроилась, мне показалось, что я очень даже неплохо поговорила, не забыла все слова, которые можно было забыть. И потом мы перешли на английский язык, и уже большая часть собеседования проходила на английском языке. О чем меня спрашивали? Ну, естественно, задают вопрос о том, кто я. Ну, представиться нужно было, какое у меня образование, где я работала, опыт работы. Об этом все мы поговорили. И почему я хотела бы работать в их компании? И тут я рассказала о том, что я действительно так чувствую, я действительно люблю все, что связано с разными видами транспорта. Я обожаю метро. Если вы тут со мной на канале не первое это видео, то вы знаете, насколько я люблю метро. И тут попадается работа, которая связана со строительством метро. А у меня есть мечта попасть на станцию метро, которая вот только начинает строиться вот в эти туннели. Я не знаю, почему, но вот такая у меня давняя есть мечта. И я всегда мечтала попасть на строительство станции метро. И тут компания, которая занимается именно этим. В общем, на собеседовании я, конечно же, рассказала о том, что я очень люблю эту сферу. Я не знаю, что у меня получится. И моя должность, кстати, называется сайт-администратор. Честно говоря, я даже не знаю, какие будут мои обязанности. Но в конце видео я вам о них расскажу. Поэтому вы узнаете об этом. Сейчас, на данный момент, на июль, я пока не знаю. Так вот, я рассказала о том, что эта сфера деятельности мне уже нравится. Она мне близка. Я готова учиться. Я аккуратная, я очень пунктуальная в плане деталей и организации как пространства, так и организации вопросов каких-то в компьютере, даже в голове в своей. То есть у меня все всегда четко по полочкам, все организовано. И мы пообщались минут 40, по-моему. И после этого мне будущая начальница сказала, что я результат сообщу к концу недели. А это был вторник, по-моему. И она мне сообщает результат уже на следующий день. Говорит, что мы готовы тебе предложить контракт. Ну и там, что в контракте в этом. И я не поверила, честно говоря, своим глазам. Потому что это было первое такое собеседование. Первый, я даже не знаю, как это сказать. Первая проба. И она была мне приятная. Получилось все очень легко. И мне кажется, что эта работа должна мне понравиться. Я вот прям держу кулачки, чтобы все подошло, чтобы мне работалось комфортно. Ну, в общем, начальница очень приятная, милая. Вот вторая женщина из отдела кадров тоже. С Викой, кстати, на данный момент мы еще не виделись. Но к концу видео я планирую увидеться, и мы уже с ней встретимся. Поэтому вот так вот получилось, что я получила работу, не зная человека лично, не видя ее, а только по какой-то деятельности в Инстаграм. Ну, вот так вот свалилась на меня эта работа, можно сказать. Ну что, ребят, вот такая вот история у меня приключилась с работой в Швеции. И теперь вот мы договорились. Я сказала, что я готова работать. Контракт подписывается на... Я не поняла, но, по-моему, на полгода это испытательный срок. И вот если все окей за это время, то тогда подписывается уже контракт дальше. Вот. И об этом всем я уже буду, наверное, вам рассказывать по ходу, когда буду работать. Вот. И что еще? Работу я начала... Ну, когда вы будете смотреть, да, я уже ее начну. Работу я... А когда я снимаю, я должна говорить, начну. В общем, работа начинается 26 августа. И вот с этого дня я уже должна буду работать. Сначала я буду ездить в офис в Стокгольм, потому что, ну, нужно войти в курс дела. И главный офис находится на самой главной улице, на Дроднингаттен. Тоже это прикольно. Приезжать в Стокгольм прямо на самую главную улицу. И мне удобно тоже. Я езжу из города Сёдертелья. У меня там скоростной поезд идет, который 20 минут. И вот никуда дальше двигаться не нужно. Все рядом находится. Это, кстати, тоже большой плюс. Я буду на этом, наверное, эту первую часть заканчивать видео. Потому что пока мне больше добавить нечего. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Немножечко позже у вас пройдет всего одно мгновение. Я думаю, что я добавлю вторую часть этого видео, когда я уже поработаю. Когда мне будет уже что вам еще рассказать. И показать, может быть, не знаю. Что смогу, конечно, буду показывать. Естественно, не все. Но кое-что смогу показать. Ну, в общем, вот такой вот был мой опыт. Сразу с первого попадания. Я знаю, что это не, скорее, не правило исключения из правила. Но так тоже бывает. Поэтому вы не знаете, что вас ждет за поворотом глобально. И вы не знаете, кто на вас подписан. Какие люди есть? Есть и вот такие вот люди, как Вика из Инстаграма моя. Которая просто предложила мне работу. Просто потому что она на меня была подписана. И как-то вот я, наверное, ей импонировала. Я ей очень благодарна. Я ей говорила не раз об этом. И вот еще тут скажу. Возможно, она посмотрит это видео. Вика, я тебе очень благодарна. И надеюсь, работа мне придется по душе и понравится. Все. На этом буду заканчивать. И увидимся уже дальше в продолжении этого видео. Когда я уже буду работать. Ну что, обещала вам продолжение. И буду снимать понемногу, когда я начну работать. Приступлю к работе. И вот сегодня у меня первый рабочий день. Я еду на работу в Стокгольм. Потому что первую неделю я буду ездить на работу в Стокгольм. А дальше уже должен открыться офис в моем городе, где мы живем, в Сютертелье. Немного волнительно. Хотя не так волнительно, как было раньше, когда я была моложе и шла на работу. Не знаю, как-то более-менее спокойно. Немножечко есть такое вот ощущение от того, что ты не понимаешь, что ждет. Но, в общем-то, все хорошо. Я надеюсь, все будет отлично. Держите кулачки за меня. Посмотрим, как будет дальше. Буду вам показывать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вы представляете, в мой первый рабочий день я познакомилась с Викой, которая нашла для меня эту работу, эту должность. Мы пообщались немного. Она мне рассказала, что я должна буду делать. Посмотрите, какой у нас классный офис с окнами на Юр Гордон. И, кстати, в этот день один из сотрудников праздновал день рождения, поэтому я попала вот прямо на такое небольшое празднование. И счастливая возвращалась домой в первый день. Ну вот и пролетел мой первый рабочий день в новом офисе, на новом месте. Скажу так, мне все понравилось. Конечно, было очень много информации. Нужно будет очень многому научиться, потому что это работа, с которой я раньше не сталкивалась. Это тот вид деятельности, который мне абсолютно незнаком. Но я готова учиться. И при мысли о том, что это будет моя будущая работа, мне становится приятно и тепло. Так что я надеюсь, что у меня все сложится с этой работой. Сегодня был такой больше организационный день. Он был немного сумбурный, потому что у нас в компании открывается новый объект, вот где я буду администратором. И там набирают новых людей. И много сотрудников придут вот через неделю. Поэтому очень много такой вот работы организационной. И мы еще, кстати, не знаем, где будет офис. Не сняли еще в моем городе офис. Поэтому я пока приезжаю на работу сюда, в Стокгольм, в столицу. И погода сейчас просто замечательная. Мне прямо вот повезло. Хорошие солнечные дни. Сейчас последняя неделя августа. И вот очень комфортная погода. Даже жарко, я бы сказала. Хотя вечером уже холодно. Получила сегодня свои еще гаджеты, компьютер, ноутбук. Получила клавиатуру. Телефон еще пока в процессе рабочий. Немного сувенирной продукции. И теперь вы знаете, в какой компании я работаю. Компания называется OLA. Это испанская компания. Поэтому читается вот так как-то. Но представительство здесь в Швеции есть. Есть в других странах. Так что вот теперь вы знаете о моей работе практически все. Возможно, еще несколько таких рабочих моментов покажу. Ну а дальше уже буду входить в рабочие будни. Продолжение следует... Следующий рабочий день. Я снова в поезде с книгой. Потому что в это время, вот когда я ездила, почему-то поезда задерживались. И как раз было, кстати, что у меня с собой была книга. Утро в Стокгольме. Это что-то невероятное. Я очень люблю этот вайт. Я заходила в кофейню. Кстати, вот в этот день у нас офис был в другом районе. В районе Уденплана. Ну вот кто ориентируется. Я купила вот эти печенья. Rock Shex. Это именно те печенья, которые я когда-то в свое время любила и покупала. Астрид Лингрен. Потому что она недалеко здесь жила. Если вы смотрели мои выпуски ранее, то вы наверняка об этом знаете. Я с печеньем из кофе пришла в офис. Офис вот как раз показываю вам вид из окон. В этот день я разбиралась с документацией. Нужно было рассортировать множество писем. Подготовить ноутбуки, компьютеры для новых сотрудников. В общем, вот такой вот работой я занималась в первый день. Это я выходила на обед. И встречалась со знакомым, который передавал книгу для моего сына. Встречалась я вот здесь, возле этой библиотеки. И потом как раз с таким вот прекрасным видом я пообедала, наверное. Да, пообедала. Всем добрый день. В очередной мой день. И хочу показать вам эту первую свою неделю рабочую. А дальше уже буду работать просто. Итак, я выяснила, какие у меня будут обязанности. Еще не до конца, конечно. Но кое-что могу уже здесь рассказать. В общем, моя позиция называется сайта-администратор. Но можно сказать другими словами, это администратор проекта. У меня недалеко от города Сютертелье, в котором я живу. Это 30 километров от Стокгольма. Компания начинает строительство железнодорожного полотна. Я так поняла, станция там будет. Ну, пока не до конца уверена. Но, в общем, в любом случае это будет строительство железнодорожного полотна. И вот мы там должны снять офис. Еще пока офиса нет. Но когда видео выйдет, уже он будет. Но я вам показываю, рассказываю, как проходит у меня первая неделя. Так вот, многих людей набирают на вот этот объект. И я буду заниматься просто организацией вот этого проекта. Когда снимут офис, я должна буду по офису, ну, такой быть, знаете, хозяечкой. Честно вам скажу, дни у меня летели на этой неделе просто с неимоверной скоростью. Ощущение было такое, что я утром просыпалась, шла на электричку, пересаживалась на станцию метро, шла на работу, работала, покупала ланч. Снова возвращалась в метро, электричка. И, в общем, бесконечные переезды. Это как раз мы на работе паковали рюкзаки для новых сотрудников. Это я ходила получать посылку тоже, одно из поручений, которое у меня было на первой неделе. И заодно зашла, была погода прекрасная, зашла на ланч, просто выдохнула, потому что напряжение было, ну, довольно такое, серьезное. В первую неделю для меня это было немного стрессово. Но, тем не менее, мне все понравилось. Я довольна тем, что я имею, какую работу я получила. Я не знаю, как будет дальше, но пока меня все устраивало. Снова утро, снова моя станция в Сюдертелье. Я сажусь в поезд, вот он подходит. Я вот на таком поезде ездила в Стокгольм. И продолжаю пока ездить. Тут я захожу в свою любимую станцию метро, метро в Стокгольме. И, кстати, моя компания, наша компания, в которой я работаю, она как раз занимается строительством станции метро. И вот скоро будут уже представлены другие станции метро в Стокгольме. Снова офис, снова мой первый офис, мое рабочее место на сегодняшний день. И мои какие-то вот дела. Здесь у нас в четверг снова было празднование, потому что коллега, один из очень уважаемых людей, он покидал проект, потому что он свою работу выполнил. И как раз ему заказали вот такой вот шведский бутербродный торт. И это, кстати, был первый бутербродный торт в моей жизни, самый настоящий, который я попробовала в Швеции. Он был вкусный, мне понравился. Это я снова еду в электричке домой, потому что иногда пообедать мне не удавалось. И я на ходу вот что-то ела, пока ехала домой. В один из дней, когда я переходила из одного офиса в другой, была великолепная погода. Это уже была пятница, мы зашли с коллегами пообедать. И это был, наверное, первый обед за всю неделю, который был действительно обедом, где было горячее, где был салат. В общем, в пятницу я была не голодна, в отличие от предыдущих дней, когда я просто не могла поднять голову от количества информации и работы. Вот таким вот были мои дни. Первая неделя, моя рабочая неделя. Дальше уже я буду рассказывать понемногу в своих влогах о том, как я работаю. А с вами мы увидимся уже в моем следующем видео. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, если это так. Ставьте лайк этому видео. Задавайте свои вопросы, конечно же. И, как всегда, благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Увидимся с вами, не скажу, что через неделю, но в следующем видео точно. Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok